Очередной антирекорд по числу заражений коронавирусом в Казахстане. За минувшие сутки выявлено 15 872 заболевших коронавирусной инфекцией. И согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, все регионы и крупные города в республике, за исключением Туркестанской области, находятся в красной зоне. По-прежнему с большим отрывом лидирует столица. Здесь за 24 часа заразились 5050 человек. Далее следует Карагандинская область. Там инфицировались 2944 жителя. На третьем месте в антирейтинге Алматы. Там 2025 заболевших. С начала распространения пандемии количество выявленных в стране случаев коронавируса превысило 1 миллион 100 тысяч. По данным Минздрава, сейчас лечение получают свыше 110 тысяч казахстанцев. Из них более 8300 пациентов в больницах. Отметим на сегодня. В Казахстане полностью провакцинировано двумя компонентами свыше 8 миллионов 655 тысяч человек. Свыше 4 тысяч детей заболели коронавирусом в столице только с начала этого года. Такие данные озвучили в пресс-службе Департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Там отмечают высокий уровень заражаемости ковидом среди школьников. Треть инфицированных – это воспитанники детских садов. При этом основной рост заболевших фиксировался после 12 января. И, как установлено, чаще всего дети подхватывали вирус от родителей. Сенат артифицировал соглашение о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов. Документ позволит отечественным экспортерам и поставщикам товаров, работ или услуг в страны-участнице соглашения использовать межгосударственные стандартные образцы без дополнительных испытаний или исследований. Считается, что ратификация договора, имеющего межгосударственный статус, повысит доверие к результатам измерений в области метрологии и обеспечит качество и безопасность казахстанской продукции. Это позволит предпринимателям экономить время и деньги. Создание и применение стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов имеет большое значение для экономики страны. Принятое сегодня соглашение о сотрудничестве позволит признавать разработанные стандарты в странах-участниках соглашения. В скором времени этот документ поможет сократить административные барьеры и снизит нагрузку на бизнес. Вопросы реформирования Самрук Казына сегодня обсудили на совещании с участием премьер-министра республики. Как отметил Алихан Смаилов, главная задача – повышение эффективности деятельности фонда и в то же время усиление прозрачности и наращивание контроля со стороны общественности. Свои предложения по модернизации структуры озвучили председатель правления Самрук Казына, министр нацэкономики и руководители других госорганов. Алихан Смаилов поручил продолжить работу по проработке предлагаемых мер. Новые ставки по утилизационному сбору рассмотрят и утвердят до конца февраля этого года. Об этом сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов. Ведомстве отметили, что по поручению главы государства для этого создана межведомственная рабочая группа по пересмотру коэффициентов утилизбора. Информация о результатах будет размещена на сайте профильного министерства. Пока же утилизационный сбор оплачивается по действующим ставкам оператору Жасулдаму. Напомним, именно на эту госорганизацию возложено исполнение функции оператора РОП, и она является подведомственной Министерству экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана. Освободить от коммунальных платежей сроком на три месяца пострадавших от погромов предпринимателей обещают в Акимате Алматы. Ожидается, что субъектам малого и среднего бизнеса также отсрочат выплаты по аренде. Об этом заявил Аким города Бахаджан Сагентаев. По его словам, переговоры с частными арендодателями по предоставлению льгот уже ведутся. Как отмечают в городской администрации, коммунальные расходы будут уплачены за счёт средств местного бюджета. Вопросы, касающиеся аренды, будут решаться в индивидуальном порядке в зависимости от суммы ущерба. Кроме того, глава города отметил, что компенсацию получат также пострадавшие алматинские медики, полицейские и пожарные. Сотрудникам правоохранительных органов, медицинским работникам и пожарным, получившим ранения и травмы, будет выплачена компенсация. Получившие тяжёлые ранения получат 2 миллиона тенге. Средние 1 миллион, лёгкие 500 тысяч тенге, отметил Бахаджан Сагентаев. Аким Алматы также отметил, что в память о январских событиях и погибших во время массовых беспорядков в городе построят пантеон. По поручению главы государства, в ближайшее время будет объявлен открытый архитектурный конкурс на изготовление эскиза пантеона, посвящённого январским событиям, подчеркнул Бахаджан Сагентаев. Казахстан перспективен для инвесторов, однако последние могут временно занять выжидательную позицию. Так считают эксперты Евразийского банка развития. При этом аналитики финансовой организации наблюдают рост премий за страновой риск, но он умеренный. Напомним, чистый приток прямых иностранных инвестиций в прошлом году в казахстанскую экономику превысил 3 миллиарда долларов. В общем портфеле Евразийского банка развития доля Казахстана превышает 36 процентов или около 4 миллиардов долларов. С участием международной финансовой организации в стране реализовали 88 крупных проектов в разных сферах и инвестиции в Казахстан планируют наращивать и дальше. С точки зрения перспективного инвестирования в Казахстане Евразийский банк развития остается на своих же планах. Они корректировке не подлежали. Безусловно, мы ждем той программы, которая будет рассматриваться на расширенном заседании правительства в начале февраля, как анонсировал глава государства. Исходя из него, возможны какие-то корректировки, но это будет, я думаю, ровно в той же парадигме, в которой двигается правительство и, соответственно, наш акционер тоже. То есть пол проектов мы не пересматривали. Если будем пересматривать, то только в сторону наращивания. Помимо этого, эксперты отмечают, что по мере возмещения ущерба бизнесу и стабилизации ситуации экономика Казахстана вернется к росту уже по итогам трех месяцев 2022 года. Аналитики прогнозируют замедление инфляции в стране. К декабрю показатель возможно опустится до верхнего порога целевого коридора Нацбанка – 4-6%. Способствовать этому будет прошлогоднее повышение базовой ставки и меры, принимаемые правительством страны. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан и Китай будут развивать устойчивое экономическое сотрудничество. Причем во всех сферах – от цифровой экономики, искусственного интеллекта и умных городов до решения общих социальных вопросов. Об этом говорили участники форума «Китай. Центральная Азия». Надо отметить, это первая подобная встреча. «Китай продолжит работать со странами Центральной Азии по вопросам сокращения бедности, вакцинации от COVID-19 и безопасности пищевых продуктов. Мы хотели бы расширить контакты с Шанхайской организацией сотрудничества и Всемирной торговой организацией для практики многостороннего подхода». Представители стран Центральной Азии также заинтересованы в сотрудничестве с Поднебесной в приоритете направления зеленого развития финансов и инфраструктуры. «Китай – один из важнейших экономических партнеров Казахстана. Мы надеемся расширить сотрудничество в энергетике, транспорте и трансграничной электронной торговле. За последние несколько лет мы стали свидетелями быстрого развития Китая. Кыргызстан будет укреплять сотрудничество с Китаем в цифровой экономике и экологически чистом развитии, а также работать над улучшением двусторонних отношений». Напомним, Китай установил дипломатические отношения с государствами Центральной Азии три десятилетия назад. За это время объем торговли между Поднебесной и регионом увеличился в сотни раз. На пять тысяч грантов больше получат казахстанские абитуриенты в этом году. Так, общее число бесплатных мест для обучения в вузах возрастет до 61 тысячи. Их, как и прежде, выделят на востребованные и актуальные среди студентов профессии. Также при распределении образовательных грантов специалисты предусмотрят квоты для социально уязвимых категорий граждан, многодетных или неполных семей, а также воспитывающих детей с особыми потребностями. В целом, до 2025 года количество образовательных грантов поэтапно увеличится еще на 15 тысяч. Это поручение главы государства. Таким образом, все больше выпускников отечественных школ, благодаря поддержке президента, получат возможность обучаться за счет госбюджета, отметили в Минобразование и Науке Республики. Редактор субтитров А.Семкин